Забыла, что я даже не записываю. В общем, я играю... Я играю в Бравл Старс, ребята! Всем привет, люблю вас, целую. Вот такое вот обновление. Да. Мне нечего сказать. Ой, бля, не есть что сказать. Какая красота. Короче, будем проходить третий день по-другому. Но пока что я просто пропущу. Я не хотела напугать тебя за моего присутствия, поэтому я запаниковала. И тебе просто повезло, так скажем, тащить с собой хлорофон? Да. Мы закончили. Мы закончили. Я говорю прямо, даже не глядя ему глаза, проносясь мимо него. Стой. Почти крещит, хватаясь меня за руку, оттягивая назад и сжимая оба моих плеча. Отпусти меня. Я кричу, пытаясь вырваться от этого психопата. Ты не поняла это? Я не могу. Я впервые вижу, кстати, такое у него выражение лица, по-моему. Разве ты не понимаешь? Я не могу. Разве ты не обращала внимания на то, что происходит? Разве ты не можешь уловить ни малейшего намека на то, что мне суждено быть собой? Что, о чем ты говоришь? Хватка Питера на мне ослабевает. Выражение его лица теперь нежное, когда он касается моей щеки. Лами, я люблю тебя. Да не очень умная. Офигеть, блин, спасибо. Блядь, извините меня! Подумай об этом. Тот момент, когда мы встретились в парке, когда я видел тебя в закусочной. Как ты всегда оставлял окно закрытым. Сколько раз я не открывал его ночью. Твой шкаф идеального размера. Ты сталкирил меня? Ладно, ладно. В принципе, ты прав. Я реально не очень умная. Ты обвиняешь в этом меня? Ты тот, о ком я всегда думаю. Тот и заставляет в моем сердце выпрыгивать. Из груди каждый раз, когда я вижу тебя, нюхаю тебя. Не надо меня нюхать. Я не мылась. Ну, типа в игре. Я помылась. Оправдывайся. Ты хочешь правду? Правда в том, что я злюсь. Злюсь до такой степени, что буду ласкать твою кожу, пока ты крепко спишь каждую ночь. Желать... Желать... Нуждаться в том, чтобы почувствовать тебя из... ...на против тебя. Гриндину против тебя уже недостаточно. А что такое гриндинг? Притираться к тебе уже не до... Блядь, он ко мне уже притирался. Що, блядь? Ладно, меня ты это не поняла. Я открываю свое сердце для тебя. Я прям... Ну, говорю прямо. Я говорю правду. Ну, я, короче... Я честный. Имеет знач... Эм... Доверие имеет значение в отношениях. Я встала скрывать что-то от тебя. Офигеть. Ну, ладно. Питер подходит ближе, его руки опираться на стену позади меня. Я люблю тебя. Я полюбил тебя в тот момент, когда увидел тебя в закусочной. Я хотел... Я не хотел ничего, кроме как ворваться и трогать тебя на глазах у всех. Дай мне понять, что ты принадлежишь мне, а я тебе. Хотя это неправильный подход к тебе. Так что мне пришлось за тобой следить вместо этого. Изучать твой образ жизни. Запоминать твое расписание. Тренироваться, что сказать, когда ты наконец останешься одна и не на работе. Парк был идеальным местом, чтобы наконец приблизиться к тебе. Питер ухмыляется, наклоняясь ближе. В его глазах мелькнул темный блеск, когда он обхватил мои щеки своими ладонями. Теперь ты расстроена из-за прошлой ночи. Конечно. Но мы с тобой можем справиться с этой задачей сейчас. Больше никаких сокрытий, никаких секретов. Только мы. Ну, ладно, давай. Сказав это, Питер слегка приоткрывает губы. Длинный, обхватывающий язык высовывается из его клыкастой пасти. Боже, я могу тебе против этого стыка сейчас. Боже, я мог бы трогать тебя у этой стены прямо сейчас. Ну. Давай. Я услышала достаточно. Я быстро ныряю ему подругу и пытаюсь бежать. Может быть, я привлечу внимание, и он оставит меня в покое? Вдруг, я чувствую крепкую хватку на своей шее. Я не могу позвать на помощь, поскольку чувствую, как он тянет меня обратно в переулок. Только потом... Ой, блядь. А можно понежнее? Это время идти домой, дорогая. Теперь мы будем максимально добрыми. Эй, милашка. Кажется, он немного застегнут врасплох, но тут же сияет, потирая щеку. Уже целуешься после первого свидания? Тебе не стыдно? Он, ну, дразнит. Эй, это не я пригласила тебе на свидание ни с того ни с сего. Это ты должен быть опозорен. Правда-правда. И все же здесь ты пытаешься соблазнить меня и дать тебе смелый совет. А где тип? Подожди. Мне кажется, это не совет. Смелый тип. Типа, это, насколько я знаю... Ну, типы, блин, как это? Чаевые. Это также чаевые. И это также может знать вроде как... Не кидайтесь тапками, потому что я... Ну, типа, возможно, не знаю до конца. Короче, вроде как это означает также кончик прибамбаса мужского. То есть, ну, и так, и так может это означать. Слушай, не это, не щелкай. Возможно, это такая, типа, пошлая шутка. Говорил, размышляя... Он говорил, так скажем, глазами, бродя по моему телу. Блин, ты меня поймал. Думаю, в следующий раз мне придется постараться больше. Как только я это сказал, я почувствовала, как его рука скользит по моей руке против... А, уже так, да? То есть, уже не по руке. Как он проводит рукой по моей талии. Притягивая меня ближе к себе, а на его губах сворачивается плотоядная ухмылка. Сложнее, чем поцелую щеку? Мой интерес настиг спика. Я никогда не знала, что он дикий. Учитывая, каким ручным он казался вчера. Каким-то образом увидеть его другую, более передовую сторону, было... Заманчиво. Внезапно я... Блядь. В конце концов, я высвобождаюсь из его тонкой хватки и тянусь, чтобы расстегнуть фартук. В любом случае, мы все еще идем на обед. Я сказала... Спрашиваю я, наблюдая, как голодный взгляд в его глазах исчезает, он снова становится обычным человеком, которого я встретила вчера. Конечно. У меня бы наоборот появился голодный взгляд при упоминании обеда. У меня он уже появился, ребят. Конечно, куда угодно, дорогая. Хорошо. Только дай мне сказать своему коллеге, что я иду на отдых. Я не могу просто бросить их, понимаешь? Нет, конечно нет. Иди, типа... Ну, вперед. Я буду здесь, когда ты вернешься. Он флиртующий подмигивает мне, прежде чем я ухожу. Боже, почему это меня так заводит? Привет, Такэ. В этот раз мы откажем, Такэ, потому что, типа, у нас другие планы. Ага. А вот теперь мы предлагаем кандидатуру Питера. Я поищу другого соседа по комнате. Не нужно искать. Я прямо здесь. Хорошо, пусть заходит. Финансовая информация. Окей, спасибо, сэр. Моя имя Дон Вильямс, дитя. Ну, просто зови меня мистер Вильямс. Ну, вот мы здесь. Ёбаная аренда... О, боже. Да. Люси, ты дома? Ненадолго Я собиралась Выпить бутылку, но похоже, вам двоим Нужно побыть наедине Ну, просто Быстро, типа, обедаем Да, это просто Быстрый обед, перед тем, как вернуться на работу Это, типа, была пошла шутка Они тут это любят делать И если бы не Боты То я бы не понимала эти шутки Люси, боже мой Короче, она нам Сказала, где презервативы Не сегодня, прости В этом прохождении мы сейчас тебя ненавидим Хотя я тебя люблю, ты моя жена Моя соседка по комнате вздыхает, подходя к нам Повезло себе, мне бы хотелось Устать от грубого свидания за обедом Она дала... Она слегка ущипнула меня за щеку Ой, не люблю, когда так делают Мне так в детстве делали Я щекастиком была Мне учителя, как За щеки, блядь, схватят Мне больно Ну, я все равно Типа, если передумаешь В общем, я за Я немного... Меня этот жест немного смутил Никогда прежде она не проявляла Такой физической силы Даже не пожала мне руку Когда мы впервые встретились Проходя мимо Питера Она прослоняется к нему И переводит разговор на него Кстати, они заменили слово Член на мужское мясо Блядь Я помню, тут раньше говорилось Именно о члене Полегче с ней Ламе нужно хорошее Страстное мужское мясо Не избитое тело Потом, ладно Что? А, типа, имеется ввиду Чтобы... Короче, чтобы он Меня не избил Ну, спасибо Ты думаешь, я настолько уебищно Каких-то Тащу себя домой Эй! Ты не можешь ненавидеть меня За то, что я присматриваю За вами двумя Вот не надо Присматривать Подсматривать Присматривать Ты просто параноик Чтобы Питер такой Да никогда в жизни Ты видел его Добрый взгляд Его чистые намерения Его нежный голос Они, кажется, убрали вот эти выборы Когда он у нас нападает Ну и правильно Потому что этот выбор, блядь, нихуя не делал Зачем он вообще существовал? Нас могут вырубить так? Или так? Или так? А зачем? Нас в любом случае По итогу вырубят Это буквально меняет диалоги Ну, на... Насколько? На пять, может быть Этих Скриптов Или как это правильно назвать Оно меняет диалоги Совсем чуть-чуть Типа, блин Просто мы вырываемся По-разному Но это... Это не то, чтобы прям Какое-то масштабное изменение Должно быть, это кошмар Это должно быть просто Сон Скорее всего, кошмар Наверное, я была слишком напряжена Последнее время Слава богу, этого не произошло Кто это может быть? А, наверное, это Питер Наверное, это Питер Мне лучше этого понять Я надеюсь, это Питер Прошло так много времени С тех пор, как я С нетерпением ждала встречи с кем-то Иду-иду Как резко все сменилось Быстро направляюсь к двери Я делаю глубокие вдохи Смотрю в глазок О, да Мистер Вильямс Простите за это Я думала, вы были кем-то другим Слишком параноик, чтобы Открывать дверь Простите Мистер Вильямс Похоже, не принимает извинения Скрещивая руки на груди И продолжает Я поговорил с Люсей Насчет расторжения контракта Ну и Ваших Вашего обоих Она не взяла Это хорошо Я могу представить Продолжаю Мистер Вильямс Кажется немного беспокойным Она Она попыталась Убедить меня Хотя бы Оставить тебя здесь Говорят, что Недавно на штах Где-то работаю И Оплатит тебе За все те времена Когда ты ее прикрывала Блин, это так грустно Она еще не знает Что это из-за Нас Ее выгнали Блин Честно говоря Вот как я Если бы проходила Сейчас Типа Именно Истинная концовка Которую я хочу Я бы не выгнала Люси Потому что Блядь Мне ее жалко Она хоть и может быть Там Да Не платила И так далее Но она моя подруга Я не могу так поступить С подругой Ради какого-то тюбика Которую я недавно Встретила Первый раз Я ее Как бы Не восприняла Как подругу Когда играла Еще там Три года назад Поэтому я ее выгнала Но сейчас Как бы Уже более Так скажем Думая о том Что Во-первых Это тюбик какой-то Пошел Он нахуй Мы можем видеться И так Она здесь живет Так что Да Мне это так грустно Она так Сделала Да В любом случае Короче говоря Она придет сегодня Позже Чтобы начать Собирать вещи Итак Предложите Я предлагаю вам Сделать вид Будто Ты тоже Ты тоже собираешь Вещи Блядь Я чувствую Тошноту В животе Я была готова Отпустить ее Но именно Она умоляла Мистера Уильямса Не выгонять меня Теперь уже Слишком поздно Возвращаться К этому Блядь Пожилой мужчина Откачливается Словно Пытаюсь Привлечь Мое внимание В любом случае Если тебе нужны Коробки Думаю У меня в офисе Есть свободная Хорошо Давай Да Мне бы понадобилось Несколько Я бормочу Чувствуя Себя Ну Неуверенно Из-за Моего Решения Сейчас Хорошо Следуй за мной Да у него Вся Квартира В коробках Боже Он так Живет Теперь Я думаю Он не имеет Права Беспокоить Нас По поводу Поддерживания Нашего Заведения В отличной Форме Ну Я думаю У него Депрессия После развода Поэтому У него Такой Бандак Мистер Уильямс Соглядывается На меня Идя к себе Домой Считая Выражение Моего Лица Суди Сколько Хочешь Это я Плачу За все Это чертово Здание И присматриваю За всеми Кто внутри Него Так что Нет Мое личное Дерьмо Не будет В порядке Окей Окей Прости Бормочу Я Не ожидаю И не желаю Чтобы мне В горло Засунули Лекцию Мистер Уильямс Становится На колени Перед беспорядком Который У него Прямо У двери Передвигается Среди Коробок Набитых Всяких Хлам Собиратель Да Ой У меня Ой же Зам Но это Не я тащу домой А мой отец Тащил домой Кучу всего У меня Так много вещей Которые Сейчас надо Выкинуть Из дома Потом Я как бы Просто Пыталась Этим Не заниматься Ну Пыталась Это оттягивать Но сейчас Я когда смотрю По шкафчикам И вижу Столько Просроченных Продуктов Вижу Столько Всяких Старых Вещей Каких-то Полотенцев И всякого Такого Что было Притащено С места Работы С мусорки Откуда-то Еще Накупленной Не знаю До хера Столько Всего Ненужного Вообще Бумаги Страницы С возможно Грязной Одеждой Которой Мы так И не пришлось Стирать Ржавые Ящики С инструментами Дырявый Спальный Мешок Похожую На хлам Вешалку Для галстуков Которую Кто-то Может Принять За антиквариат Другие Разные Вещи Которые Можно Было Выбросить В мусорный Контейнер В конце Концов Как много Тебе надо Он спрашивает Он не оглядываясь На меня И вытаскивает Еще одну Сложенную Коробку Этого Будет Достаточно Он просто Хочет отдать Тебе Весь Свой Хлам Так У меня Есть Спальный Мешок Хочешь Тут еще Есть Доска Такая Красивая Можешь Повесить А еще Тут есть Вешалка Для галстуков Ты носишь Галстуки Или Для шляпок Можно Использовать Ты говори Говори Этого Будет Достаточно В любом Случше Мне нет Не так Уже Много Вещей Которых Нужно Собирать Отличу От тебя Мистер Вильямс Ладно Ладно Прости Мистер Вильямс Кряхтя Встает И начинает Небрежно Расставлять На месте Отложенные Ранее Предметы Тогда Хорошо Он Бормочет Отряхивая Руки Обязательно Спроси Люси Нужны ли Ей Тоже Коробки Если Так Просто Пусть она Придет Нанавестит Меня На самом деле Я просто Адаме Хлюсе Вообще То Я думаю Адаме Хлюсе Избавлю Вас От головной Боли Позначалу Мужчина Кажется Не реагирует Как будто Он не слушает Когда берет Стопку Сложенных Коробок И притягивает Их Мне Кажется Он Сейчас Вышил Из себя Даже Диссоциативен Мистер Вильямс Что Это Он Говорит Врываясь Из себя Я Сказала Что Просто Адам Это Люси Таким Обратим Тебе Не Придется Встречаться С ней Позже Отлично Хороший Звонок Он Бормочет Провожая Меня До Двери Если Тебе Что Нибудь Понадобится Я Буду Дома Весь День И Обязательно Твой Друг Зайдет Сегодня Вечером Чтобы Я Мог Заключить Для Него Контракт Я Я Сделаю Это Спасибо Тебе Спасибо Вам Разместив Коробки У себя Дома Я Быстренько Собралась На Работу Я Надеялась На Выходной Но По крайней мере Не Собиралась Идти Так Рано Привет Нет 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 Я В Порядки Это В Порядки Все Просто Тяжело Сейчас Трудно Осознавать Выражение Большой Забоченности На Лице Питера Постепенно Сменяется Раздражением Когда Он Пристально Смотрит На ТК Почему Ты Не Подождал Снаружи Как Я Тебе Говорила И Не Хотел Чтобы Они Этим Занимались Что Извините Меня Ваше Высочество Мне Пришлось Вызвать На Допрос И Уточнить Мое Алиби Кроме Того Ламия Не Ответила На Телефон Питер Ты Был Здесь Ранее Да Я Хотела Забрать Тебе Завтрак Перед Тем Как Ты Пошедешь На Работу Он Сказал Сквозь Стиснутые Зубы Но Кажется Кто Совсем Забыл Сказать Тебе Об Этому Произошел Злом В морозилке Окровавленное Тело Сейчас Происходит Много Чего Помимо Твоего Чёртова Свидания За Завтраком Реально Так Вы Оба Успокойтесь Вы Оба Прекратите Это И Они Это Делают Так Э Питер Оба Поражены Моей Вспышкой Мне Жаль Мне Тоже Сейчас Дела Просто Сумасшедшие Понимаешь Я Понимаю Но Вы Двое Пытающиеся Друг Друга Превзойти Не Заставляют Меня Между Нами Троими Наступает Короткий Момент Молчания Теке Снова Смотрит На Закусочную Питер Снова Смотрит На Меня Ты Всё Ещё Хочешь Чтобы Я Взял Тебя Что-то Ну Давай Сегодня Я Хочу Люси В Панировке Обжаренную Салатиком Ты Хочешь Что-нибудь Взял Я Могу Принести Тебе Кофе И Булочку Пока У тебя Пока Ты Ждёшь Что Блять Почему Мне переводчик Перевёл Это Пока У тебя Бородавка Ладно Залезая В карман Я Достаю Немного Денег Передаю Питеру Вот Должно Быть Достаточно Здесь Для Нас Троих Питер Короче Замешался Питер Сначала Не решается За деньги Но Не спорит Когда Наконец Протягивает Руку И Берёт Это Ты Такая Добрая Он Говорит С С Мечательным Взглядом Я Скоро Вернусь Дорогая Я Всё Ещё Не Люблю Этого Парня Он Дает Мне Плохой Вайб От него Плохой Вайб Я Не Отвечаю Здесь Слишком Много Всего Происходит Чтобы Справиться С Их Ревностью Я Просто Надеюсь Это Не тот Кого Мы Знаем Я Сомневаюсь В этом Я Знаю Только Двух Человек Кроме Тебя Питера 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 Блин И Они Оба Вернулись Бого Ой Боже Что 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 Это Люся Не Вернулась Домой Прошлой Ночью Погоди Ты Не Думаешь Блять Ну за Что Люсю Ну что Она тебе Плохого Сделала Она тебе Между прочим Даже Сказала Где Находится Это Смазка Так Она Вообще Нас Шиперила Типа Реально За Что Он Ее Убил Ему Просто Кого 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 Кокнуть Она Вообще Ему Никакой Угрозы Не Предоставляла Я Я Отвечаю Проносясь Мимо Такая И Врывая Закусочную Отталкивая Все еще Раздраженного Офицера И Направляясь На Кухню Дом Блядь Дом О боже О боже Пожалуйста Нет Стоп Почему А как Когда Он Успел Блядь Когда За Что За За Я Нет 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 Я Чувствую Кто Кто Оттягивает Меня От Этой Сцены Устно Требует Чтобы Я Держалась На Расстоянии Это Люси Тебя Убила Нет Это Это Мой Арендодатель Это Мистер Вильямс Вообще Почему Его Реально Спасибо Что Проводил Меня Домой Так Это Не Проблема Я Реально Подумала На Секу Что Люси Это Нет Проблем Завтра Утром Если Это Нормально Да Я Была Рада Я Была Рада На Сам Деле Спасибо Так Подходит Ближе И Обнимает Меня Их Объяти Крепче Когда Они Уткнулись Носом В Мою Щеку Если Что Нибудь Понадобится Я Буду На Расстоянии Телефон Звонка Хорошо Я Не Могу Ничего И Не Могу Не Обнять Его В Ответ Так Всегда Был Таким Милым Поддерживала Несмотря На То Что Сколько Раз Я Игнорировала Их Чувства Ко Мне Мне Нужно Когда Нибудь Загладить Свою Вину Перед Ним Ток Наконец Отодвигается И Хлоп От Меня По Плечу Увидимся Завтра Утром Попробуй Поспи Вместе С Этим Они Уходят Руки Засунув Руки В карманы Неско Опустив Голову Зачем Ты их Убил Когда Я Вхожу Я Не вижу Сразу Короче Кто Там Внутри Немного Отодвинувшись Я Да Ну там Они Оба Эй Дорогая Я Слышала Что Случилось В этот Момент Проходит Питер И отталкивает Меня И Люси Дала Мне Немного Места Дышать У нее Было Только что Травматический День Короче То же Самое Я Едва Ли Знала Как Ну Как у него было Имя Что Мистер Вильямс Я Только что Узнала Его Имя Было Мистер Вильямс Пожалуйста Давай Не будем На этом Станавливаться Питер 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 Говорит Подходя Со стаканом Воды И Притягивая Его Мне Прежде чем Сесть Сам С другой Стороны Дивана Я Видела Я Сама Видела Его Этим Утром Он Выглядел Просто Нормально В порядке Что он Вообще Там Делал За Такой Короткий Промежуток Времени Да В любом Случа Он Прав Тебе Действительно Не стоит Заморачиваться Над Этим Ты Видишь Себя Так Будто Мистер Уильямс Это Отец Который Тебе Никогда Не нравился Он Заморачивал Понимать Что Он Не Так Уши Плох Теперь Ты Сочувствуешь Ты Всегда Уклонялась От Этого Человека Бог Знает Как Долго Могу Поспорить Ты Рад Ты Ты Рада Что Он Ушел Какого Чёрта Это Должен Я Быть Грубым Мертвый Груз Маленькая Миса Протрачала Все Свои Деньги На Крэг И Снова Заплатить За Меня Арендную Плату Эй Съешь Мою Задницу Ты Маленький Маленькая Веточка Что Значит Веточка Ну Типа Может Пал Шон Как Палка Нет Спасибо Я Не Ну Так Короче Не Отлизываю Шлюхам Которые Могут Что То Не Сти Пиздец Я Могла Бы Сказать Снова Вы Двое Не Сейчас Но Как Б Пидор Уже Во Второй Раз Кидается Как Собака Бешеная На Моих Друзей Поэтому Пидор Блять Пидор Это Неуместно Ну Он Блять И Начал Это Реально Я Фыркаю Глядя На Него Конечно Мне Никогда Не Нравится Когда Она Каждую Ночь Приводит К Себе К 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 Питер Успокойся Ладно Еще Стак Это Начал Перепалку Вроде Как Вы Оба Там Ее Как То Начали Если Не Ошибаюсь Тут Ты Че На Нью Напал Пидор Кажется Проваливается На Своем Месте На Своем Место Сразу После того Как Я Огрызаюсь На Него Бормочая Извинения В любом Случа Мне Пора Выходить Я Вернусь Позже Сегодня Вечером Я Верю Что Твой Мужчина Будет Держать Тебя Тебя Компанию Содержит Хорошо Она Спрашивает Глядя На Питера Всю Ночь Он Успокаивает Меня Обнимая Меня За плечи Притягивая К себе Хорошо Подними Подбородок Сладкий Перед рассветом Всегда Темнее Всего Как всегда Говорила Моя мама До того Как она Начала Ей Стекло Господи Какие Родители Тебя Воспитали Те Которых Я Сбежала Определенно Она Говорит Это Легким Смешком Прежде Чем Выйти За Дверь Люблю Тебя Питер Подходит И садится Рядом Со Мною Обхватывая Меня Одной Рукой За Плечо И Притягивая Меня Ближе К себе Ага Вот Как Это место Выгоняет Тебя В депрессию Дорогая Почему бы Не осталась Со мной На эту Ночь Чтобы Ну Так Скажем Чтобы Избавиться От твоих Мыслей Я Полагаю Можно Я никогда Не видела Твоего Дома Дорогая Поверь Мне Когда Ты Увидишь Его Ты Не захочешь Уходить Если Ты Попробуешь Мне Просто Придется Связать Тебя И Заставить Тебя Остаться Ты Шутишь Ты Хочешь Узнать Конечно Я Говорю Типа Неуверенным Тоном Он Не Шутит Я Говорю Нерешительным Тоном Я На Том Чувствую Что Это Плохая Идея Но После Всего Что Прожислось Сегодня Мне Нужно Отвлечься На Лицей Питера Появляется Ухмылка Когда он Стоит С дивана Протягивая Мне руку И помогает Подняться С дивана Такая Смелая Мне Это Нравится Клянусь Я Чувствую Как Мое Сердце Застревает В горле Когда я Понимаю Во что Связываюсь Мужчина Берет Меня За руку И Выводит Из Квартиры Больше Я Никто Не Видел Если Видите Такую Машину Бегите Нахуй На Обучении Стоит Припаркованный Потертый Старый Фургон Затемненными Боковыми Стеклами Все Что Ему Нужно Это Табличка Бесплатные Конфеты И Хорошо Если Несколько Человек Сообщат Об этом Ага Короче Выглядит Стремно Питер Открывает Мне дверь Фургона Помогая Войти Прежде чем Закрыть Ее Внутри Не так уж И плохо Он Поддерживает Приличную Чистоту С помощью Клише Коллекции Ароматных Сосен На зеркале Заднего Вида И пепельницы Наполненной Различными Мелочами А ты Че Куришь Шоли Нет То что Ты конечно Убиваешь Людей Это еще Ладно Ну Ты че Реально Куришь Блин Я была Тебе Лучшего Мнения Ладно Короче Я не имею Ничего Против Людей Которые Курят У меня Большая Часть Подруг Курит Проблема Когда касается Отношений Потому что Я не хотела Бы Иметь отношения С человеком Который Курит У меня Отец Курит Всю Жизнь У него Из этого Серьезные Проблемы Я с детства Просила его Реально Плакала Просила его Перестать У него Был уже Инфаркт Ему нельзя Курить Он продолжает Курить У него Уже Сахарный Диабет Он продолжает Курить Короче Я не знаю Сколько Ну короче Курит он До хера И я знаю Насколько С этой Привычки Тяжело Слезть И я Ненавижу Запах Сигарет И я Боюсь Последствия Которые Могут Привести Моему Понравится Парень Но я знаю Что он Курит То я Скорее Всего Дам ему Отворот Поворот У меня Уже Был Подобный Случай Пиздец Тут она Вздрогнила Пристегнись Поездка Будет Долгой Пипец Где ты Живешь Насколько Далеко Немного Три Часа Какие К черту Три Часа Три Часа А ты Сюда Ехал Тоже Три Часа Встал В четыре Утравлен В смысле Три Часа Я живу Довольно Далеко Отсюда Как мне Нравится Но Как далеко От тебя Ничего Страшного Денеги На бензин Стоят Того Чтобы Видеть Тебя Каждый День Так Ну тут В истории Преизошла Сюжетная Дырень И я Сейчас Расскажу Почему Дело В том Что если Питер утверждает Что он Едет до нас Три Часа И что Ему Не жалко Этих денег На бензин Чтобы Видеть Нас Каждый День То есть Намек На то Что он Как бы Действительно Из дома Едет к нам Каждый День Три Часа И домой Три Часа Но Это Пиздеж А сейчас Я разложу Все по Фактам Вот Короче Дело В том Что Во втором Дне Главная Героиня Опаздывала На работу Когда Было Девять Часов Утра Это Значит Что Ей Надо На работу И в этом Примерно Времени Ну Плюс Минус Да То есть Он Вот Допустим В этот раз Он Прямо Таки Убил За это Время То есть Проснулся Он еще Наверное Раньше Чем Она В принципе Пришел Потом Вернулся Туда Типа Якобы Ой Хотел Завтрак Тебе Взять Это Все Было Рано Утром Еще До того Как У нее Началась Работа Значит Что Он Приходит К нам Достаточно Рано Да Так Часов Ну Допустим В 8 7 Он Уже У нас Можно Сказать Потом Питер Ночью К нам Притирается Верно Дело В том Что Ну Ложится Она Спать Я Полагаю Ну В Часов В 11 Да И пока Она Уснет Ну Допустим Занимет Это Полчаса Час Вот Она Пока Легла Уснула Он Увидел Что Она Уснула Подошел Начал Окей Вот Он Притирался Полчаса Час И Вот Уже Где-то От 12 До Часу Ночи Да Смотря Сколько Это Заняло У них Все Времени Но Я думаю Он Жи Побольше Ее Хочет Полюбоваться Так Вот 12 Ночи Или Час Ночи В общем Он Едет Домой Он Вернется Домой В 3 4 Часа Утра А Ему Чтобы Попасть К нам В 7 В 8 Утра Он Должен Выехать За 3 Часа А то Есть Он Должен Выехать Тоже Где-то Примерно В 4 В 5 Часов Утра Зачем Возвращаться Домой Блин Я не Понимаю На полчаса Часик Это Бред Так что Он Нам Нагло Пиздит Он По-любому Где-то Снял Отельчик Себе И Сидеть Себе Там Спокойненько 3 Часа Это Снимает У меня Поездку В другой Город Подожди Ты каждый день Ездишь сюда По 3 часа Только Ради того Чтобы сходить В цветочный Магазин Реально Питер Сдает Нервирующий Смешок Маме Я люблю тебя Но ты Не очень Умная Подумай Об этом Момент Когда мы Встретились В парке Ага Ну вот А мы Еще даже Не выехали Думаю Подумай Об этом В тот момент Когда мы Встретились В парке Когда я Видела тебя В закусочной Как ты Всегда Оставляла Окно Закрытым Сколько раз Я бы не Открывала Его ночью Твоего Идеального Размер Шкаф Ты Ты Ставкерил Меня Ты Винишь Пиздец А можно Выскочить Из машины Пока мы Еще не Начали Движение Питер Ты Зря Наверное Говоришь Это Так как Она Может Сейчас Легко Заорать Начать Бить В окна И даже Если Она Не сможет Открыть Дверь Кто-то Может Заметить Это Странное Поведение Хотя У тебя Уже Затонировано Машина Кто Знает В общем Ладно Ты Обвиняешь Меня Ты Кто Так Он Я Всегда Думаю Тот Кто Заставляет Мое Сердце Выпрыгивать Из Грудей Каждый Раз Когда Я Вижу Тебя Нюхаю Смотрит На Меня С Темным Блеском В Глазах Как Только Мы Доберемся До Моего Дома Я Хотел Бы Показать Тебе Как Сильно Я Умирал От Желания Иметь Тебя У Себя Давай Попробуем Выпрыгнуть Я В Аху Этот Человек Сумасшедший Послушав Это Признание Что Блин Ты Придурок Ты Мог Меня Довести До Дома Там Уже Все Рассказать Этот Человек Сумасшедший Услышав Это Признание Что Он Сделал И Теперь Я Застряла С ним В Движущемся Фургоне Мне Нужно Уйти Отсюда Кажется Он Недоволен Оглядываясь Я пытаюсь Нащупать Дверную Ручку Но Безуспешно Я Надеюсь Что Он Этого Не Замечает На Край Глаза Любимая У нас есть целая жизнь Чтобы простить и забыть Не порти это сейчас Ай Идея Поспешно Так пути Скоро Мы станем Дома Блять Что Мне переводят Скоро Мы станем Геем Одним Общим Окей Окей Отличная реакция Это все Что я могу Прошептать Чувство Как все больше Погружаюсь в сидение Пока он продолжает Вести машину И не знаю Что мне противно Больше Признание Сталкерского В сталкерском Поведении И в том Что он сделал Со мной во сне Или осознание Того Что меня эти действия Возбуждают Нормальная реакция Питер Кажется Хорошо воспринял Мой ответ Когда он Протянул Одну руку И крепко Прижимая Ее к моему бедру И лаская Вот таким Нетерпеливым Движением Я знал Что ты поймешь Моя любовь Конечно Вообще Без проблем Это ты убила Дону Я знал Что ты поймешь Мое тело Дружит Когда я чувствую Руку на своей ноге За которой Следуют Эти слова Таким Соблазнительным Тоном Боже мой Я Я заперта В фургоне Со своим Преследователем Во что Я ввязываюсь Ага Что это Ага Питер Не отвечает Просто Берет Ножик В руку Просто Протягивая Руку Чтобы сном Закрыть Перчаточный Ящик Ты бы лучше Не лазила По его машине Это неважный Предмет Связанный С неважным Событием Которым Участвует Неважный Ублюдок Я не стал На этом Останавливаться А что Блять Он тебе Сделал Неважный Что ты имеешь Ввиду Подожди Это был ты Питер Не отвечает Зачем Ты его убил Его глаза Больше сосредоточили На дороге Ты убил Дона Он смотрит На меня Улыбается Гадина Такая Он смотрит На меня Слегка Улыбаясь Словно Гордится Но пытается Это скрыть Мы говорим По душам Так что Может Мне стоит Сказать Короче Говорят Да Мне пришлось Убить Его Ему Нужно было Идти Он будет Только мешать Мы не можем Этого допустить Выражение Его лица Становится Холодным Когда он Бормочет Последнее Приложение Ты это Поняла Верно Ты монстр Ладно Давай я буду Хорошенькой Да Я поняла Ух ты Он действительно Серьезно Относился К этому Больше чем Я предполагала Я убью Для тебя Такой клише Но это Имела ввиду Он действительно Так сильно Заботился Обо мне Блядь Заботился Охуенную Заботу Я хотела Типа Я сказала Что Типа Окей Только потому Что Типа Не хочу Его дальше Злить Я наверное В жизни Типа Тоже сказала Окей Не бейте Пожалуйста Типа Типа Просто Из таких Побуждений Не то Что Типа Ну ладно А вот что О тебе Дон Подумает Там На небесах Я чувствую Искру Зажженную Его собственной Чисткой страстью Меня это Совершенно Не беспокоило Ну офигеть Это превратило Леденящие души Слова во что-то Что согрело Мое тело Мне льстит Что он рискнул Убить кого-то Ради меня Офигенно Да Определенно Хай Я думала Как и большинство Людей Ты будешь Немного напугана Признанием В убийстве Буду Не немного Я не как Большинство Людей Я чокнутая Блин Пипец Он кажется Спокойным Моим ответом И стал Менее напряженным Я знал Что ты поймешь Просто еще один способ Который мы созданы Руды для друга Он снова Протягивает руку Чтобы похлопать Меня по бедру Его глаза Сосредоточены На дороге впереди Я Кладу свою руку На его Наслаждаясь теплом Отлично Глядя из пассажирского Окна на дорогу Я наблюдаю Как городские улицы Превращаются Пригородные Анквалы Которые постепенно Уступают Место Лесам И сельскохозяйственным Угодьям Я чувствовала Что устою С каждой Пройденной Милей Питер Держит Мою руку В своей Нежно Сжимая Мы скоро Будем дома Я закрываю Свои глаза И засыпаю Питер Отличная концовка Типа такая Ой ты убил Как романтично Мне так это нравится Ладно ребята На этом все С вами Я была Ламия Я вас люблю Целую Всем удачи Всем пока Субтитры Субтитры